Здравствуйте, меня зовут Андрей Лебнев, я функциональный аналитик компании Кадар Лайн. Я хочу пригласить вас на курс подготовки аналитика 1С. Меня периодически спрашивают, в том числе те, кто на курс приходит, на первом занятии задается такой вопрос, что нужно уметь знать для того, чтобы начать это обучение. Понятно, что никто не хочет потратить время не только на прослушивание того, что я буду рассказывать, на выполнение домашних заданий, на подготовку к экзаменам и в итоге все это уйдет впустую. Никто не хочет в пустую тратить время и деньги. Это понятно. Я хочу вам сказать следующее. Для того, чтобы заниматься на курсе, вам потребуется доступ в интернет и стандартный офисный пакет, который позволит вам создавать какие-то текстовые документы. С технической точки зрения больше ничего не нужно. Определенное программное обеспечение, оно, конечно, будет использоваться в ходе работы, но практически все вот эти вот инструменты, которые мы используем в ходе курса, это те инструменты, которые либо бесплатные, либо условно бесплатные и которые доступны в сети. Их достаточно много. Я, как правило, даю несколько адресов, поэтому с этим проблем никаких нет. Вопрос немного в другом. Пройти курс, освоить информацию вы сможете, но когда задают вот этот вопрос, обычно спрашивают, что нужно, подразумевают, что нужно, чтобы быть эффективным потом вот в этой работе. А вот здесь все несколько сложнее. И для нас идеальный кандидат это тот, на обучение, это тот, который разбирается в каких-то учетных вопросах. Тот, у кого есть какой-то опыт работы, там, в минимальных финансах, в производстве, в складском учете, в бухгалтерском учете. И вот как показывает практика, такие люди, основываясь на своем опыте, могут его достаточно эффективно расширить и подключить какие-то знания, связанные с проектной работой, знания, связанные с продуктами 1С, и в итоге реализоваться в этой профессии. Хотя у нас есть примеры и тех, кто приходил вот именно отталкиваясь чисто от знаний 1С. Поэтому очень много, конечно, зависит от человека как такового. Ждем вас на курсе. Редактор субтитров А.Семкин